Новости Ленинского городского округа в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте! И вначале коротко о темах выпуска. Итоги прошедшего месяца и планы на ноябрь обсудили на оперативном совещании. Ленинский городской округ вошел в 20 лучших муниципалитетов. Детскому саду «Ласточка» исполнилось 50 лет. Ласточка для меня это все, потому что я сама являюсь выпускницей этого детского сада. Много лет назад выпустилась, а теперь вернулась сюда работать. Но мой педагогический стаж составляет уже более 17 лет. Я не собираюсь отсюда никуда. День народного единства вместе со всей страной отметил и Ленинский городской округ. Готовность к зимнему периоду парка снегоуборочной техники составляет 100%. Об этом на традиционном ежемесячном совещании заявил глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель. Также он сообщил, что сейчас парк состоит из 98 единиц техники и еще 11 будут приобретены до конца текущего года. Оперативное совещание с главой муниципалитета проводится на постоянной основе в начале каждого месяца. В этот раз заместители главы администрации, руководители служб и подразделения отчитывались о проделанной за октябрь работе и рассказывали о планах на ближайшую перспективу. На прошлой неделе губернатор подвел еженедельное расширенное заседание правительства в режиме видеоконференц-связи, на котором в том числе были озвучены итоги рейтинга 50 по результатам работы округов за 9 месяцев. Ленинский городской округ вошел в 20 лучших муниципалитетов. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков отчитался о проделанной в октябре работе в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта деятельности МФЦ. Также он рассказал о ходе работы по созданию Центра управления регионом, который призван существенно сократить в числе прочего сроки рассмотрения и реакции на обращение жителей муниципалитета. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов доложил о работе с обманутыми дольщиками, готовности муниципальных служб к зиме и ремонте дорог, оконченным в прошлом месяце. В рамках открытого дополнительно финансирования завершен ремонт автомобильной дороги в сторону Горгинского кладбища с устройством разворотной площадки и остановочного павильона. В парковке Володарского кладбища ремонт двух автомобильных дорог в Бладинском поселении в сторону ЖК Бладбища и Боброво-Лопатин. Заместитель главы администрации Александр Усков озвучил итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что на прошлой неделе был получен акт проверки готовности к отопительному сезону. Основной задачей, которая была направлена в сентябре и в октябре, это подготовка к отопительному сезону. Городской округ отмечен и в Государственной Думе, и в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства вошел в десятку лучших муниципальных образований по пуску тепла. Также на совещании были представлены финансовые показатели муниципалитета за отчетный период и проведенные мероприятия в области общественной безопасности. По традиции, закончилось оперативное совещание награждением жителей района, внесших вклад в развитие муниципалитета. Один из старейших детских садов нашего города «Ласточка» отметил полувековой юбилей. Воспитанники и коллектив учреждения подготовили замечательный праздник, на котором побывала и наша съемочная группа. Юбилей! 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 Поздравляй! Старейший видновский детский сад номер 10 «Ласточка» отметил полувековой юбилей. По этому поводу сотрудники и воспитанники учреждения подготовили яркий концерт, на который позвали множество гостей. Первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков поблагодарил коллектив учреждения за добросовестную работу и вручил сертификат на 100 тысяч рублей. Я искренне хочу вас всех поблагодарить, поздравить с этим замечательным все-таки юбилеем. И знаете, что приятно, приятно осознавать то, что вы продолжаете традиции. Много теплых слов прозвучало в тот вечер в адрес ветеранов и нынешних сотрудников «Ласточки». Я желаю, чтобы каждый день, каждое утро в стенах этого чудесного детского сада у вас начиналось с улыбки и так же заканчивалось. Поздравления сменялись зажигательными песнями, танцами и театрализованными номерами. Наиболее отличившимся сотрудникам вручили грамоты и памятные подарки. Среди награжденных – воспитатель младшей группы «Капельки», а также победитель муниципального конкурса, педагог-наставник этого года Галина Якушкина. Галина в «Ласточке» работает всего 4 года, но признается, что не мыслит в своей жизни без любимого детского сада и своих воспитанников. Мне нравится, когда они познают мир. Мне нравится смотреть на их радостные глазки, когда они открывают для себя что-то новое. Сотрудники уверены – в «Ласточке» самый дружный и крепкий коллектив. «Ласточка» для меня – это все, потому что я сама являюсь выпускницей этого детского сада. Много лет назад выпустилась, а теперь вернулась сюда работать. Но мой педагогический стаж составляет уже более 17 лет. Я не собираюсь отсюда никуда. Воспитанники и их родители тоже влюблены в свой детский садик. Мне нравится, воспитатели очень хорошие, занимаются с ними. Мне очень нравится познавательные занятия. Сейчас в детском саду трудится 24 педагога. Более 300 малышей посещает его ежедневно. На протяжении 50 лет «Ласточка» бережно хранит свои традиции, но в то же время всегда открыта новому. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В деревне Горки проживает немало юных талантов. В этом убедилась наша съемочная группа после того, как побывала на одном из занятий местной студии декоративно-прикладного искусства и рисования «Малевич». За недолгий срок работы кружка руководитель отмечает высокий потенциал своих подопечных, которые уже успели стать первыми на профильных конкурсах. Подробнее расскажет Юлия Погосян. Пастель, сухая масляная краска, гуашь. В студии декоративно-прикладного искусства «Малевич» дети экспериментируют с разными техниками рисования. На что хватит фантазии. А она у ребят бурная. Используют даже нетрадиционные приемы. Многие ходят сюда с момента открытия. Около двух лет. Самой юной художнице четыре года. А в основном здесь занимаются учащиеся младших классов. Я сюда хожу. Мне очень здесь нравится. Мне нравится рисовать, потому что можно вообразить все, что ты хочешь. Можешь нарисовать лошадь, еще кого-то, кого угодно. А кого больше всего или что любишь рисовать? Ну, так как я люблю лошадей, то я люблю рисовать их. Бывает, руководитель студии Наталья Иштуганова сама задает тему урока. Но чаще всего дети включают свою фантазию и рисуют то, что им хочется. Так получилось и в этот раз. Одних вдохновила осень, и они изображали тыковки. Другие отдали предпочтение мультгероям-миньонам. Мне кажется, что у них фантазия разрабатывается. И моторика все-таки. Моторика рук для маленьких. Это вот у них прямо фантазия. У маленьких работает очень хорошо. Мне очень даже нравится. За два года работы воспитанникам студии удалось добиться неплохих результатов. Ребята участвуют в районных, областных и федеральных конкурсах. Завоевывают призовые места. Буквально на днях пришли дипломы с одного из общероссийских конкурсов изобразительного искусства, в котором они участвовали дистанционно. Ребят, всех поздравляю. Вы у меня молодцы. Один из призеров – Артем Зиненко. Единственный мальчик в группе. Рисованием стал заниматься летом. Помимо из-за студии посещает еще ряд кружков, но только сюда. Всегда идет с большим желанием. Целое лето мы ходили, все дни. А так как уже начался учебный год, мы только по средам и по пятницам можем приходить, он с удовольствием после школы, представь себе, после школы приходит, уставший, бегом хочет, любит. В планах у руководителя студии декоративно-прикладного искусства и рисования «Малевич» начать выбираться из стен помещения на улицу, чтобы работать на планере, изображать природу в естественных условиях. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Вся страна 4 ноября отметила День народного единства. Праздник молодой, но уходящий своими корнями в далекую историю России. В Думе культуры гостей встретили узбекским пловом, башкирским медом и всеобщим гостеприимством народов, населяющих наш муниципалитет. На праздники побывал корреспондент телеканала Видное ТВ Арсений Рогозянский. Я выскажу, я начинаю, это мы начали, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Танцы в народных костюмах – лишь небольшой эпизод празднования Дня народного единства. Здесь можно было попробовать национальные блюда, а главное – всего за несколько шагов каждый мог попасть из одной дружественной страны в другую. Площадки располагались рядом. Таким праздник сделали представители землячеств, диаспор и культурных автономий. Мы чем отличаемся? Мы ничем не отличаемся, мы все одни, единые люди. Народ у нас очень гостеприимный, у нас как сначала стол был очень грандиозный, и сейчас будет все хорошо как бы. Ну, люди, сами знаете, все, что вкусно, все съедают очень быстро, на здоровье. Хотелось бы, чтобы всегда так было дружно, жили мы, вместе мы сильны, ну и, в принципе, мирного неба всем над головой. На праздник пришло около 300 человек, и каждый мог угоститься пловом, попробовать чак-чак и вкусные фрукты. Однако главным для собравшихся было не только это. Сплоченность, единение, и здесь вот нет различия нации. Вот это мне нравится. Я пришел, ну, недавно, видно здесь колоритно все. С разных народов все лучшее собрано. Площадки напомнили московскую ВДНХ, только здесь они расположены друг к другу значительно ближе. А значит, ознакомиться с обычаями азербайджанцев, татар, армян, пакистанцев и других народов можно было гораздо быстрее, и, что важно, в полном объеме. Площадок очень много, я и азербайджанцев увидела, и армян, и татар. В общем, это здорово, замечательно, вот это и есть единение наций. После увлекательной экскурсии по площадкам начался концерт, где, конечно же, вспомнили историю праздника. В 1612 году Казьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение на битву с польскими интервентами. Начало 17 века фактически еще раз доказалось, что вне зависимости от сословий, вне зависимости от вероисповедания люди ополчились, сплотились лишь ради одного, чтобы дать отпор ополчению, чтобы дать, самое главное, если вы знаете страницы истории, зачеркнуть времена смутного времени. Единство народов отразилось в первом же выступлении. Танцевальные коллективы муниципалитета смогли совместить в номере сразу несколько разных традиций. Каждый коллектив колоритно отображал культуру своего народа. Например, можно было услышать казачий хор и увидеть, как филируют шашками. Ну а главное, в ходе праздника убедиться в том, что Россия – это большой дружный дом, где в мире и согласии живут представители разных национальностей. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В продолжение темы. Праздничный концерт, приуроченный к Дню Народного Единства, прошел в районном историко-культурном центре. Ставший уже доброй традицией, он ежегодно собирает многочисленную публику – старшие поколения, молодежь, жители нашего муниципалитета и гостей из Москвы. Побывала здесь и наш корреспондент Екатерина Коваленко. В атмосфере уюта и всеобщего единения прошел праздничный концерт, посвященный Дню Народного Единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери. Историко-культурный центр и Богородица Рождественский храм села Тарычева подготовили для наших жителей и гостей настоящий музыкальный подарок. А преподнесли его по доброй традиции воспитанники вокальной студии «Академия голоса» – профессиональные певцы и артисты. Мы в гостях у вас бываем очень регулярно, четыре раза в год, всегда после Нового года или на Новый год, весной всегда, осенью. Вот в этом году, в этом учебном сезоне у нас это первый концерт здесь у вас. И мы очень рады показать, ну, не всех, может быть, наших звезд, но некоторые звездочки сегодня выступят. В программе выступлений более 30 номеров – оперная классика, советская эстрада, патриотические песни. Сильные и пронзительные голоса талантливых молодых певцов завораживали. Даниил Марахин выступает в «Видном» уже не впервые, и в этот раз он подарил публике песни, где каждая строчка пропитана любовью к Отечеству. Так как я работаю в ансамбле Росгвардии, соответственно, патриотический репертуар первое место занимает, ну, это очень волнительно, это очень ответственно. Уже пять лет с ведущим педагогом Москвы, руководителем студии «Академия голоса» Мариной Коноваловой занимается вокалом дьякон Владимир Бабков. И вот он на сцене с романцем «Гори-гори, моя звезда». А пожелания у Владимира Бабкова в этот праздничный день только одно. Единство настоящего единства, чтобы у нас не было распри, ни в коем случае. Несмотря на то, что наша страна многонациональная, у нас иногда начинаются какие-то нестыковки. Но мы должны помнить свою общую историю, да, и ни в коем случае в плане национальных каких-то, чтобы у нас не было никакой вражды. Публика, среди которой меломаны самых разных возрастов, была покорена. Все подпевали и не скупились на аплодисменты. Для меня сегодня был такой восторг приехать сюда и послушать такую интересную и хорошую музыку. Это что-то нечто, что-то волшебное, незабываемое. Очень талантливая молодежь. И вживую мы слышим. Такое мы по телевизору не услышим. А тут вживую. И очень хороший аккомпаниатор. Очень необычно, трогательно. Как-то так вот, честно говоря, в нынешнее время это увидеть очень сложно. Русская культура, наша культура. И на этом все новости. До встречи.